Доброе утро! Надеемся, вы все сегодня стали с той ноги. Кстати, такое расхожее выражение родилось в глубокой древности и произошло от старинной приметы. А она гласила следующее. Если сразу после пробуждения наступишь на левую ногу, все пойдет на смарку. Просто наши предки считали, что правая сторона связана со светлыми силами, а левая с темными. Естественно, такая придумка ничего общего не имеет с действительностью. И сейчас эти слова используют, когда человек находится в дурном настроении с самого утра. Мы же надеемся, что вы выспались и готовы искренне улыбаться. 7 октября заботливо приглашает нас в свои объятия. Так давайте встретим этот день с радостью. Напоминаем, что сегодня четверг. Вы смотрите «Народное утро» в студии Екатерины Геранюшкина. Мы начинаем. Насколько часто вы напоминаете близким о том, что любите их и они вам важны? Уверена, что не так уж и часто. Круговорот будничных забот заставляет забывать об этом. Не стоит винить себя. Тем более, сегодня есть для вас напоминание. Праздник под названием «День. Ты важен мне». Отметить этот новый для нас праздник не так сложно. Нужно просто сказать «Ты важен мне, близким и дорогим людям». Самое главное – это искренность. Перезносить слова нужно от души, иначе в них не будет никакого смысла. Если трудно или нет возможности сказать эти слова лично, то можно позвонить или написать в мессенджере. Главное, чтобы признание добралось до адресата. А пока посмотрим, как еще сегодняшний день отвечен в календаре. Народный праздник Фекла за ревница приходится на сегодня, 7 октября. Дата по старому стилю – 24 сентября. В православном календаре это день памяти равноапостольной Феклы и Канийской. Первомочница 18 лет была обручена с юношей из богатой семьи. Но, услышав проповедь апостола Павла, решила стать христианкой и не выходить замуж. Юноша пожаловался правителю города, и апостола арестовали. Фекла же тайно ночью сбежала из дома и пробралась в темницу. Там три дня она провела у ног проповедника, пока ее не нашли. По решению суда святой Павел был изгнан из города, а Феклу приговорили к костру. Но дождь не дал пламени тронуть девушку. Она ушла вслед за Павлом. Ей пришлось перенести много невзгод и мучений. Поселившись в пещере, Фекла силой своей веры многих излечила и обратила на путь христианства. Дожила до глубокой старости и в возрасте 90 лет покинула бренную землю. В народе праздник Феклы за ревницы получил свое название «Зазарева от света», исходящего отовсюду, костров в полях, ламп и свечей в домах. За предальницей его прозвали за традицию прясть. Занятие это обещало везение в хозяйских делах в будущем году. А еще считается удачей сыграть в этот день свадьбу. Никто не сможет развести супругов, развеять узы брака, завязанные на Феклу. Есть у праздника и свои традиции. Женщины в этот народный праздник собирают свеклу и варят борщ. К нему пекут особый первый хлеб из муки нового помола. Им нужно накормить всех членов семьи, и тогда в доме будут царить благополучие и достаток. Астрологи назвали самых эгоистичных мужчин по знаку зодиака. Так овные львы любят оказываться в центре внимания и ощущать, что жизнь бьет ключом. Обратить на них свой взгляд рекомендуется тем женщинам, у которых есть потребность гордиться мужчины и есть желание его хвалить. Весы и водолеи также могут проявлять нарциссические черты натуры. Если девушки не хотят находиться в тени этих мужчин, им стоит обходить их стороной. А кого стоит обходить стороной или же наоборот? Именно сегодня узнаем из астрологического прогноза для всех знаков зодиака. Овны, вам будет трудно принять решение в одиночку. Без поддержки близких людей вы не обойдетесь. Единственное, в чем вы будете сильны и многогранны, это в домашних делах. Вопросы с недвижимостью и имуществом разрешатся мгновенно и успешно. Тельцы. Гороскоп обещает сложности во взаимоотношениях с любимым человеком. Если какие-то проблемы уже присутствовали, то они вырастут до огромных размеров. Придется что-то выяснять и даже делить. Симпатию к вам проявит человек, на которого вы не обращали внимания. Близнецы. У вас порог недовольства работы достигнет апогея. Пора отдыхать и взять отпуск. Вам нужна передышка, иначе на карьере можно запросто поставить крест. Берегите здоровье. Укрепляйте иммунитет. Если нужно, то пройдите обследование в клинике. Раки. День сложится замечательно, но расслабляться не стоит. Конфликтные ситуации могут происходить на почве быта и денег. Родственники не готовы к тому, что вы им предлагаете. В личной жизни предстоит сделать выбор. Но если продумаете нюансы, то выйдете победителем. Львы. Вы будете отчаянно сражаться за то, чтобы укрепить авторитет в кругу друзей и коллег. Досадное недоразумение в процессе работы может оказать влияние на финансовую сферу. Командировка не столь важна. Можете отказаться. Девы. Немало стрессовых ситуаций ожидается в вашей жизни. Выход один. Держать себя в руках и не спорить. Полагайтесь на интуицию, если нужно что-то решить в короткий срок. Любовный роман откроется с иной стороны, но это даже хорошо. Вы узнаете о себе много нового. Работники Центра спасения тюлени не оставляют попыток помирить двух знаменитых нерп крошика и шлисика. Установить контакт между двумя животными на этот раз решили с помощью специальной примирительной трапезы. Видео обеда двух нерпят попало в сеть и быстро разлетело среди пользователей. Во время поедания и угощений животные не проявляли агрессии, но все изменилось, когда с едой было покончено. От обеда в шлисик начал гонять крошика по искусственному водоему. Из-за такого поведения работники Центра спасения тюлени были вынуждены вновь разделить нерпят по разным бассейнам. Уверена, что нерпы все-таки помирятся. А мы с вами перейдем к другим, не менее интересным и актуальным новостям. Вакцину также одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикия, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Препарат от COVID-19 «Спутник Лайт» показал высокую эффективность и в Аргентине. Однокомпонентный препарат продемонстрировал эффективность от 78,6 до 83,7% среди граждан в возрасте от 60 до 79 лет. Привитые «Спутник Лайт» более чем 80% случаев избегают госпитализации. Правительство Российской Федерации поручило Минстрою и Минпромторгу проработать стандарт обязательной чистовой отделки и мебелировки сдаваемого жилья. Об этом пишут известия со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Для граждан такая мебель будет стоить на 40-50% дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%. Предложение в аппарат правительства направила Ассоциация предприятий мебельные и деревообрабатывающей промышленности России. На данный момент в числе обязательных требований к жилью стандарт-класса является наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой и плиты на кухне. Следует включить в требование обязательную чистовую отделку, полностью готовый ремонт с обоями, а также мебель, кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной, сказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шостаков. По его словам, стоит предусмотреть на выбор 3-5 вариантов мебели и отделки. На то и другое должна распространяться гарантия 5 лет. Цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт, подчеркнул Шостаков. Специалисты считают, что такие варианты сдачи жилья приживутся в рамках программ реновации, расселения аварийных домов, обеспечения жильем детей-сирот, молодых семей, врачей и учителей. 7 октября крестьяне присматривались сразу к нескольким погодным приметам, по которым можно было понять, какой будет зима. Например, если птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и холодная. А если много желудей, то наоборот, зима будет мягкой, а следующий год урожайным. А каким будет следующий день, поможет узнать астрологический прогноз для оставшихся знаков зодиака. Весы. Сегодня вы почувствуете себя героями, когда наконец-то завершите крупный проект. Вы столько сил и времени потратили на его реализацию, что можно смело уходить в отпуск. Только заранее планировать его не стоит. Пусть все идет своим ходом. Скорпионы. Гороскоп рекомендует пройти тот же путь, который вы уже неоднократно проходили. Это касается и работы, и личной жизни. Иногда повторения дают хороший эффект. Масса впечатлений от общения с новым человеком ждет вечером. Стрельцы. В вашей жизни будет происходить немало непредсказуемых ситуаций. Некоторые моменты фиксируйте, потом посмотрите и улыбнетесь. Не загружайте себя рутиной. Пусть любая работа будет в радость. Козероги. На ровном месте испортятся отношения с коллегой. Это вам покажется, что причины для конфликта нет. На самом деле она давно уже присутствовала. Замечания летели в ваш адрес постоянно. Полученную прибыль складывайте в копилку, если планируете купить что-то для дома. Водолей. На личном фронте у вас возможен фонтан эмоций, разочарований и даже агрессии. По натуре вы человек миролюбивый, поэтому непредвиденные ситуации выведет из себя. Однако конфликт назревал давно. Теперь пришло время принимать решение. Рыбы. Вы будете наслаждаться осенним днем, купаться в воспоминаниях и просто отдыхать душой. Вам удастся так настроить свои мысли, что о негативе можно забыть. Тем более, что любовные истории продолжаются в лучшем виде. Вечером посмотрите любимый фильм. Не знаю, как у вас, а у меня музей всегда ассоциируется с чем-то таинственным и даже чуть-чуть магическим. У каждого экспоната своя глубокая история, прикасаясь к которой мы так или иначе чувствуем себя чуточку причастными. А экскурсовод, как волшебник, тайное делает явным. Прямо сейчас мы для вас приоткроем завесу тайны одного очень интересного экспоната. Все внимание на экран. Доброе утро. Сегодня у нас знакомство с необычным экспонатом. Мы вам расскажем про тайны и покажем секреты секретера. Слово секретер происходит от латинского секреты, что означает отдельный, потаенный, тайный. Секретеры появились в 30-е годы 18 века. Это была чисто дамская мебель. Секретер представлял собой небольшой столик с маленькими выдвижными ящичками. Богатые секретеры обильно декорировались. Это могли быть бронзовые накладки, перламутровые ставки, фарфоровые медальоны с ручной росписью. Барышни, сидя за секретером, писали свои письма, а его многочисленные ящички хранили дамские тайны. Секретер всегда был дамской мебелью. Через какое-то время секретер полюбился мужчинам. Мужчины сделали из него свой рабочий стол. Соответственно, секретеры увеличиваются в размерах, появляется большое количество огромных ящиков, в которых хранились семейные архивы, деловые бумаги, газеты, карты и так далее. В нашей экспозиции представлен секретер-комод. Это именно секретер-комод, потому что по внешнему виду с закрытой крышкой он напоминает всем комод. Об этом же говорят его большие ящики, которые идут фактически от пола. Секретер большой, солидный, он как бы подчеркивал статус своего хозяина. Итак, что же хранилось в ящиках секретера? В самых внешних ящиках могли храниться большие листы гравюр, печатные карты, подшивки газет и другие деловые документы. Давайте посмотрим, что же хранится в нашем ящике. Итак, здесь лежат большие гравюры, большие карты, возможно, эти деловые бумаги, свитки, какие-то сведения о родословных и другие бумаги, которые можно отнести к семейному архиву или к деловому. У каждого секретера обязательно есть откидная доска, которая выполняет функцию стола. И когда мы ее откроем, за ней так называемая ниша для письма. Как правило, в секретере было несколько ящиков самых разных размеров. Вот, например, в этом большом ящике хранились листы неразрезанной бумаги. Но хозяин сам мог по своему усмотрению разрезать бумагу по нужному размеру. Конечно, отдельный ящик был для чистой бумаги, а отдельный ящик уже для каких-то готовых документов, как вот видим мы здесь в данном случае. Большое количество ящичков помогало держать в порядке все документы, и в то же время всегда под рукой были многочисленные письменные принадлежности. Но наш секретер не был бы секретером, если бы не имел, как я уже сказала, множество секретов. Дело в том, что многочисленные ящички, они запирались на потайные замочки и всевозможные деревянные защелочки. Вот давайте посмотрим, что еще могло скрываться в зоне или в нише для письма. Вот мы если вытянем этот ящичек, то в глубине мы увидим спрятанные маленькие ящики, в которых могли храниться семейные драгоценности, монетки и еще один ящичек. Здесь мы тоже можем обнаружить шкатулку с драгоценностями. Но это еще не все. Даже многие предметы оформления, они тоже хранят свою тайну. Если мы нажмем на защелочку внутри спрятанную, то нам откроется еще один ящичек, в котором можно было хранить какую-то семейную тайну. Можно было, например, положить письмо, спрятать. А вообще вот очень часто в таких ящичках, хозяин должен сам знать, где он открывается, хранили важные бумаги, такие как, например, завещание. Таким образом, со временем секретер из простого письменного стола превратился в очень интересный предмет мебели, который совмещал в себе книжный шкаф, письменный стол и, конечно же, сейф. И если вы думаете, что такая многофункциональная мебель появилась совсем недавно, то вы ошибаетесь, и наш секретер тому доказательство. Приходите к нам в музей, и вы сами увидите тайны нашего секретера. Объявлен шорт-лист самой близкой к читателям литературной премии, которая так и называется «Премия читателя». В список вошли роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Сад», Марина Степнова и роман «Диалог Павла Басинского» «Соня. Уйди», Софья Толстая «Взгляд мужчины и женщины» и другие произведения. Звучит так, будто с книгами этими точно стоит ознакомиться, не так ли? А если вам ничего не пришлось по вкусу из этого списка, то рекомендации нашего книжного обозревателя Сергея Чернавина точно пригодятся. Он никогда не ошибается и советует только самое интересное. Рушель Блаво – 33 секрета здоровой и счастливой жизни. Рушель Блаво – автор многочисленных бестселлеров по традиционным системам оздоровления, профессор, возглавляющий Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт традиционной народной медицины и музыкальной терапии. Является главным врачом клиники «Рояль-Мед». Он – автор лечебной музыки, исследователь, ученый с мировым именем, крупный специалист в области трансовых феноменологий и сверхвозможностей человека. Автор первого методического пособия по музыкотерапии, обладатель ряда патентов Российской Федерации. Я постоянно провожу исследования, посвященные самым разным способам оздоровления человека, пишет в предисловии Блаво. Особенно важны для нас научные изыскания, посвященные увеличению продолжительности жизни. В этой книге речь пойдет о том, как научиться позитивно относиться к жизни. Ведь благодаря этому вы будете испытывать радость от каждого дня, научитесь легко преодолевать все препятствия и решать возникающие проблемы. И это прекрасно. В новой книге Рушеля Блаво приведены основные секреты счастливой и здоровой жизни, упражнения и практики, которые помогут вам не только справиться с текущими проблемами и недугами, но и заложить отличный фундамент для дальнейшей долгой и счастливой жизни. Антония Баетт «Дева в саду» «Дева в саду» – это первый роман из тетралогии о Фредерике, над которым Баетт работала почти четверть века. Это масштабное полотно, рассказывающее о британской истории середины 20 века. В «Деве в саду» непредсказуемо пересекаются и резонируют современные комедии нравов и елизаветинская драма, а жизнь подражает искусству. Ерширское семейство Поттер готовится вместе со своей империей праздновать коронацию нового монарха – Елизаветы II. Но у молодого поколения свои заботы. Стефани, устав от отцовского авторитаризма, готовится выйти замуж за местного священника. Математику Фредерику Маркусу не дают покоя тревожные видения, а для Фредерики, отчаянно жаждущей окунуться в большой мир, билетом на свободу может послужить увлечение молодым драматургам. «Дева в саду» – современный эпос сродни искусно сотканному богатому ковру. Герои-бает задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты. Единодушны все литературные критики, оценивающие это произведение. На протяжении четырех романов читатели будут следить за судьбой Фредерики Поттера, молодой интеллектуалки, получившей образование в Кембридже в те времена, когда в университетах женщин было значительно меньше, чем мужчин. По мнению многих читателей, квартет Фредерики автобиографичен, ведь судьба главной героини и самой Антонии Байет во многом схожа. Нам всегда приятно встречать с вами каждый новый день. И мы уверены, что наступивший четверг сложится удачно и будет полон приятных моментов. Главное в этом нисколечко не сомневаться. О программе «Народное утро» и я, Екатерина Геранюшкина, говорим вам до свидания. И с нетерпением ждем новой встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова